Место, где примут и помогут. В Сургуте официально открыли центр помощи бывшим заключенным. Фактически, учреждение работает уже с 2019 года, но сейчас вышло на новый уровень. Увеличилось и количество мест, и бытовые условия. На счету организации уже 150 спасенных судеб. Это люди, которые вышли из колонии и не вернулись назад, а успешно построили свою жизнь с чистого листа. Как бывшим заключенным помогают сделать шаг вперед, смотрите в сюжете Марии Ливанян. Первый не только в Югре, но и в России. В Сургуте официально открылся центр социальной помощи людям, освободившимся из мест лишения свободы. Фактически, учреждение работает с 2019 года на базе НКО «Шаг вперед». Все начиналось с двух вагонов, где, как в гостинице, временно размещали тех, кому некуда идти. А сейчас при поддержке гранта губернатора Югры удалось оборудовать полноценный центр. С кухней, гостиной, библиотекой и комнатами, рассчитанными на 16 человек. Мы открыли этот центр, вот это вот наше такое пространство, потому что здесь уже будет более домашняя атмосфера. Вот это одна из целей, создать эту домашнюю атмосферу, чтобы люди когда освобождались, так как у них нет семьи и родственников, чтобы они приходили и чувствовали себя как дома. И чтобы у них не было желания где-то снова нарушить закон и вернуться обратно туда, в места лишения свободы. Потому что теперь мы их ждем здесь. Человеку при освобождении очень важно иметь место, где ждут. Тогда сокращается шанс рецидива. Шаг вперед, заранее готовятся к приезду новых постояльцев. Работа начинается еще в колонии. Специалисты приезжают, узнают, какое образование имеет человек. И заблаговременно готовят ему место в социальной гостинице. И ищут работу. Создаются эти центры. Это только такое начало для того, чтобы уже начать работу, действительно уже плакоплотворную работу по ресоциализации. Для того, чтобы исключить все-таки рецидив в преступлениях, которые впоследствии совершаются. Поэтому Наталья Михайловна делает потрясающее дело, потому что она взаимодействует с осужденными и в местах лишения свободы. Она уже их знает. Скажем так, они уже готовятся к этому. То есть все же осужденные наши знают, что куда нужно обратиться за помощью в тех или иных ситуациях. Нахождение в гостинице не ограничивают жесткими рамками. Ведь все индивидуально и зависит от того, сколько времени человек провел в заключении. Формула простая. Чем больше срок, тем дольше адаптация. Они меня направили вперед. Это Наталья Михайловна и другие сотрудники. И просто вырваться, дать, скажем, новую жизнь. Да, я начал выходить работать, где-то что-то. Приходил какое-то время, жил. Ну, когда более-менее уже стал, скажем так, более обеспеченный немножко. Начал снимать себе квартиру. Шаг вперед. Единственная в Сургуте организация, которая работает с бывшими заключенными. Помимо этого, они помогают бездомным. На базе центра есть ночлежка, куда приходят те, у кого нет крова. Значимость деятельности НКУ отмечают не только на региональном, но и на муниципальном уровне. Данная некоммерческая организация – это единственная организация, которая осуществляет такой вид деятельности, такой вид поддержки. Это для людей, которые вышли из мест лишения свободы. Она индивидуальная такая организация. Конечно, мы партнеримся, как администрация города, с данной организацией. Мы всегда рядом, администрация города рядом. Мы всегда готовы и рады прийти, сотрудничать. Сегодня был реализован грант губернатора, но мы также готовы рассматривать данные проекты на гранте главы города. У нас есть такая тоже форма поддержки. Помощь и поддержка партнеров при реализации социальных проектов важна и нужна. Кроме того, результат такой совместной работы – это спасенные судьбы. У центра положительная статистика. За три года через учреждение прошли 156 человек. И только шесть из них вернулись в колонии. Остальные начали новую самостоятельную жизнь.